Городские власти продолжают свою борьбу с рынком успех. Так, в ходе аппаратного совещания в понедельник городской голова заявил, что якобы ряд предпринимателей обратились к нему лично с жалобой о том, что администрация рынка, что называется, назло мэрии, отключила их от электро- и водоснабжения. Однако, так ли это на самом деле, выясняли наши корреспонденты. То ли погода виновата, ведь из-за тумана городской голова вынужден был целую ночь ехать из Киева на машине, то ли здоровье уже подводит. Но вот на последнем аппаратном совещании наш Геннадий Леонидович снова отличился. В своем выступлении перед господами-чиновниками он заявил, что, мол, предприниматели с рынка успех буквально в очередь к нему выстраиваются и все просят, просят защитить их от рынка успех. Мол, этот рынок такой нехороший, что взял, да и отключил электричество, а заодно и воду у павильонов ряда предпринимателей, торгующих запчастями на рынке. Предприниматели, которые заключили договора, под различными способами отключается свет, вода и так далее. Создаются условия для того, чтобы они поняли, что работать с властью любого уровня, это сегодня так, власть вас не защитит. И знаете, настолько Геннадий Леонидович принял к сердцу явление к нему неких предпринимателей, что очень быстро, говоря о рынке успеха, вообще перестал подбирать слова. Они на меня в суд подали. Пускай еще раз подадут в суд о том, что я сказал, что они не платят бюджет. Еще раз пускай подадут в суд, наверное. Ну а когда вспомнил об антитрухановском Майдане и вовсе перешел на родную феню. Вот этот Майдан, который стоял здесь. И сегодня они пытаются как-то вернуться сюда, посылая своих шнурков для того, чтобы они здесь баламутили воду. И говорю, не подбираю выражения, не буду подбирать выражения. Если попытаться перевести с родного голове блатного языка, шнурками, видимо, стоит считать народных депутатов Украины, которые хотят поставить свои палатки на Думское и тем самым навредить Геннадию Труханову. Не знаем, как насчет шнурков, но что-то с головой головы не так, раз он позволяет себе такие вещи. Впрочем, если оставить в стороне лирическое отступление по поводу ораторского искусства и риторики нашего мэра, то по факту можно сказать одно. Городской голова сильно погорячился, уверяя, что кому-то из предпринимателей Успех отключил электричество, воду и, как сказал мэр, еще что-то там. Во всяком случае, как уверяют в администрации рынка, ни о каком отключении предпринимателей рынка Успех и речи не идет. ТПФ Успех ООО не продает и не поставляет электроэнергию. Успех является потребителем и в дальнейшем, соответственно, обеспечивает полноценную работу всего рынка. В 2011 году между администрацией и Облэнерго был заключен договор. То есть фактически ежемесячно администрация оплачивает полный объем потребленной энергии согласно тарифам, установленным Кабинетом Министров. То есть заключая договор с каким-либо предпринимателем на предоставление услуг, происходит, так сказать, процесс возмещения. Опять же, электроэнергии обеспечиваются только те торговые павильоны, у которых есть договор с администрацией. Что же касается тех людей, которые сегодня были на аппаратном совещании, это представители кооператива Успех Автом. Они уже на протяжении трех лет не пользуются никакими услугами администрации и, соответственно, ничего не оплачивают. Более того, если речь идет о предпринимателях, организовавших несколько лет назад свой кооператив под иноименным названием, то здесь сам рынок не имеет законного права предоставлять им какие-либо услуги. Согласно закону Украины, администрация не может предоставлять какие-либо услуги, в том числе и электроэнергию, предпринимателям, с которыми нет каких-либо договорных отношений. Стоит также отметить, что некоторые предприниматели уже имели возможность поближе познакомиться с оказываемыми услугами со стороны городского совета и со стороны администрации рынка. Есть уже прецеденты, когда предприниматели разрывают договоры с городом и снова подписывают с администрацией. Именно последний факт и мог стать очередным поводом для нападок со стороны мэрии на администрацию рынка Успех.